Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор деблога номер 134, и так поехали. И, конечно, самая главная новость, то что XP-система полностью удалена из игры, и у нас теперь система компонентов. Разработчики шутя поздравляют всех, кто был против системы XP, всех, кто против неё голосовал, говорят, что всё, вы добились успеха. Но почему шутя? Потому что они потом сами говорят, что после ввода системы XP через неделю уже стало ясно, что с разным что-то происходит не то. То, что система XP полностью убила в Расте такое чувство, как песочница, то есть всё стало просто гиперлинейным. Поначалу ты пытаешься, у тебя просто одна цель, это добиться какого-то уровня, а когда ты достигаешь какого-то уровня, всё, для тебя игра становится скучной. И, по большому счёту, разработчики это никогда не скрывали, по их мнению, идеал Раста это когда вообще никогда не требуется вайб, то есть всё в игре контролируется только обычным распадом, то есть гниением и, собственно, ресурсами. А система XP, она никак с этим не комбинируется. И разработчики попытались взять самое лучшее, хотя я не уверен, что они попытались взять самое лучшее, потому что можно было хоть как-то симбиоз, я всё-таки верил в какой-то симбиоз, но да ладно. И попытались сделать что-то, вот действительно, что не будет убивать Раст. Что на данный момент нам нужно знать о системе компонентов? Больше нет ни одного закрытого предмета, у нас всё сразу, нам не требуется ни одного рецепта, у нас всё сразу открыто. И мы можем абсолютно всё в игре крафтить прямо с самой первой секунды. Практически все элементы, кроме самых, точнее предметы, кроме самых базовых, таких как лук, там всякие спальники, печи, они требуют уникальные компоненты. Компоненты никак невозможно будет скрафтить, их только можно найти где-то в открытом мире. Радиация вернулась, по радиации чуть ниже, там тоже очень много интересного. И пока что на данный момент нет чёткого разделения на юг и север, то есть, как мы помним, на юге будут более, точнее, менее развитые игроки, на севере будут более развитые. Пока что этого нет, но я очень надеюсь, что это появится. И как разработчики на данный момент представляют в новой системе уже развитие, то есть, вы сразу появляетесь. Поначалу вам однозначно надо будет сделать какое-то копьё, самое начальное, лук, построить домик один на один и немножко развиться. Дальше, если у вас начинают расти запросы, вы, соответственно, начинаете уже бегать вдоль дороги, искать какие-то РТ и искать какие-то первые начальные компоненты. И находя эти компоненты, перед вами станет выбор, потому что большинство компонентов используется в крафте всех предметов. То есть, вы будете уже выбирать, что вам лучше скрафтить, либо АК, либо Болт, либо какую-то разную броню. И при этом разработчики нас пытаются успокоить, и что, несмотря на то, что на основу заливается уже система компонентов, она до сих пор ещё в разработке. То есть, ещё половина компонентов не используется в рецептах, это я тоже подтверждаю. То, что если кланы начнут там лютовать, то им придётся ввести вот это разделение юг-север. То есть, высокие компоненты будут находиться только на севере, и кланам будет невыгодно возвращаться на юг, там смысла будет нет. Будет балансироваться радиация, разработчики сами будут постоянно играть в игру. То есть, они приложат максимум усилий, чтобы избежать всех побочных эффектов, довести, так сказать, эту систему до идеала, уже больше не касаться всех этих системных вопросов, и бросить все свои усилия на такие более приятные вещи, таких, как они уже упоминают. Вот это мне понравилось. Это, конечно же, лошади, ездовые лошади. Ну, от себя лично могу только пожелать разработчикам удачи, потому что столько, сколько они негатива на своём веку уже на себе испытали, наверное, ещё никто не испытывал, и при этом всё равно продолжает. Я даже не знаю, уже, наверное, послали бы их всех куда подальше, и вот купили игру, это альфа, ничего вам не обязаны. Но они работают, 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 поэтому удачи вам, разработчики, мы всё равно за вас. Так, всё, следующее. Добавили также в игру переработчик, я уже сделал на него обзор, все знают, что это за штука. Во всех артаунах основных он есть, крафтить его нельзя и не будет в будущем. Закидывайте тебе абсолютно любой предмет, и он вам перерабатывается на составные части. Обзор был, все уже знают, скорее всего. Кто не был, можете посмотреть прошлых видео. Следующий пункт, ребята, очень интересный. Это радиация. Радиация, переработана она очень сильно. Теперь, на данный момент, она будет делиться на 4 типа. По мощности это незначительная, низкая, средняя и высокая. В цифрах это рады в секунду. Это, собственно, 2 рада, 3, 25 и 45, соответственно. И теперь считаться радиация будет, накопление радиации немножко интересное. Допустим, вы находитесь в зоне, которая, это низкая зона, 10 рад в секунду. И у вас одежда, допустим, защищает на 8 рад. И вы получать будете 2 рада в секунду. И всего лишь, что вам нужно сделать, чтобы находиться комфортно в этой зоне, да, 10 рад, это нужно превысить это значение по одежде, по защите, и вы вообще не будете получать радиацию. И вот снизу приводят 2 скриншота, которые показывают оптимальную защиту на низкую радиацию и на среднюю. Низкую, как мы помним, у нас 10 рад в секунду. Тут у человека 13, соответственно, мы не получаем урон. И на среднюю, тут 25, у человека 28. И мы тоже комфортно бегаем по этим РТ, где средняя радиация. Следующий тоже очень важный момент. Теперь радиация не возрастает, когда вы идете с краю РТ к центру. То есть на краю самая низкая, а в центре самая высокая. Теперь высокая радиация везде по всему радиусу РТ. Это говорит о том, что если у вас нет должной защиты, то вы получите сильное облучение очень быстро, забегая в РТ. То есть вам не надо будет добегать до центра, чтобы там до максимума радиация возросла. Сигнализировать нам об этом будет по-прежнему счетчик Гейгера, стандартный, но это все затестируем. Следующий момент. Как будет действовать на вас радиация? Если вы набираете 100 рад, то вы лишаетесь спринта, то есть через шифт вы больше бегать не сможете. И радиация начинает бить еще сильнее, чем до этого. То есть вы еще быстрее умираете. Поэтому голым побегать по РТ больше не получится. Кстати, все это было на серверах Rockstone. Супер РТ был там тоже самый практический эффект, но теперь, конечно, уже смысла в этом нет, потому что разработчики это все сделали. Также добавили разработчики вокруг РТ. В коробках будут появляться таблетки антирационные, но их немножко понерфили. Они будут снимать всего лишь 25 рад. Минус 25. И при этом еще у них будет негативный эффект, они будут забирать вашу воду. То есть если у вас будет маленький запас воды и вы еще таблеток сверху съедите, то у вас будет опять отсутствовать вода. А как мы помним, когда у нас вроде отсутствует вода, мы тоже лишаемся спринта. Ну короче, достаточно интересно. Короче, запивать теперь таблетки надо. Постоянно бурдюк с водой или бутылочку таскать. И при этом в будущем разработчики хотят еще ужесточить зоны горячие и холодные, но там где холод и там где жара. То, что будет в холоде, надо будет по-любому уже одеваться очень тепло, а в жаре, я так понимаю, наоборот, сильно и не оденешься. В общем, разработчики ужесточают против нас внешний мир. Следующий момент. Куча с мусором. Тоже, кто не смотрел обзор, можете посмотреть. Прошлое видео там будет прямо написано. Теперь у нас по всему миру раскиданы будут вот такие кучи с мусором, где мы можем найти либо куча бочек, либо еще плюс повезет, если вот такой вот ящик. Это связано, естественно, с тем, что компонентов нужно много для людей, а РТ для всех не хватает и будут теперь по миру раскиданы вот такие вот вещи. Более того, как пишут разработчики, то что они в будущем хотят еще заменить бочки, которые находятся во всех этих кучах мусора, именно на конкретные прям компоненты. То есть, подбегая к куче мусора, вам не надо будет разбивать все бочки, а вы прям будете видеть конкретно, что валяется. Допустим, металлическая труба, пружина. Это очень, кстати, удобно. Просто подбежал, ничего не надо разбивать, увидел нужный предмет, если он там есть, если кто-то до вас не подобрал. И побежал дальше. Классно вообще, времени не теряешь. Вот за это будет респект, если они сделают. Следующий момент. Они добавили интеллектуальную систему контроля, опять же, вот этого самого лута. То есть, понятное дело, есть сервера с низким онлайном, есть сервера с высоким онлайном. И, соответственно, где будет низкий онлайн, будет слишком много бочек, а где высокий онлайн, наоборот, не будет хватать. И для владельцев серверов ввели вот такие две команды, которые будут рассчитывать количество лута в зависимости от населения сервера. По дефалту это вот такие вот значения. 100 слотов, 2 это само значение респавна лута. То есть, если до 100 человек все по дефалту, если свыше 100 человек уже лут начинает обновляться быстрее. А если, соответственно, превышает счетчик в 200, то лут в два раза быстрее начинает появляться. Это, конечно, очень удобно. В следующий момент появились какие-то баги с производительностью. То есть, в каких-то местах, вот видите, подергивается изображение и очень просаживается фпс. Тут вам не видно, я на большом экране. Вот, а когда отлетел, все нормально, летит все четко. Я тут смотрел, там просадки до 30, до 20 фпс. Вот сейчас он в доме опять будет бегать. Вот видите, очень прерывисто идет, надеюсь, заметно. Вот, а когда выходит из дома, опять нормально. Не у всех это появляется, но тем не менее есть. Если вы это находите, то F7 нажимаете репорт. Это очень удобно для разработчиков собирать статистику. Кстати, они говорят, что на DirectX 9, кто играет, с этой проблемой вообще еще никто не сталкивается. Но если вдруг и на ней начнете сталкиваться, тоже не поленитесь. Сообщите на F7, что вот нашли такой баг с падением производительности в каких-то местах. И это еще быстрее справится. Следующий момент. Карта у нас теперь полностью открыта, стандартная, которую мы крафтим. Тоже об этом я сказал. Крайне удобно. И разработчики этим способом надеются, что намного чаще ее начнут использовать. Я, как минимум, ее чаще начну использовать. Следующий момент. Воркшоп тоже у меня есть отдельное видео. Там, в принципе, ничего сложного. Можете создавать свои вещи уже. Если про них проголосует много людей, они появятся и в игре. Теперь уже на главной странице, так как уже прелиз стал на основу. Тоже там будет воркшоп. Можете заходить и там пробовать. Следующий момент. Опять же, про скины. Тут разработчики вообще не фанат всего этого. Но они пытаются объяснить, что якобы их главная мотивация не то, что там деньги им приносят. Потому что им продажи игры приносят просто в разы больше денег, чем какие-то скины. Но, тем не менее, это очень хороший способ для начинающих каких-то авторов, художников или еще кого-то заработать первые свои деньги. Если их там скин какой-то, собственно, одобрят. Продажи начинаются. И это тоже такая небольшая поддержка и развитие. То есть, в принципе, ладно, пускай. Следующий. Антирационный костюм для NPC. Может быть, даже не только для NPC. Может, и для нас. Вот такие вот разные раскраски. Кстати, очень забавно смотрится вообще. Но выглядит достойно, честно скажу. Достойно. Все блестит. Такие прям и маски классные. Цвета. Желтый стандартный. Но он когда вот красный тоже неплохой. Действительно, проработан уже класс. В ближайшей неделе должно появиться. Следующие. Опять же, какие-то фиксы по сетевой части тоже ждем. Производительности. Какие-то фиксы опять по самой рамки. В игре. То есть, просадки тоже борются с просадками по FPS. Тоже все работает. Работают. Новая, кстати, анимация. Теперь у взрывчатки из банки бобов. Достаточно прикольная. Вот так вот достает. Двумя руками держит и кидает от себя. Мне это понравилось. Прикольно. От себя такой бросок. Следующая. Теперь разработчики взяли опять курс на оптимизацию по графической части. Уже часть четвертая. Пока что три пунктика. Это оптимизация по рендерингу воды. По освещению и по местности. По шейдерам скал там местности и так далее. Два раза быстрее якобы работает. И как пишут. Диога пишет то, что на его тестовой 960 улучшения заметны. Хотя говорит, что типа не сложновато их увидеть. Может быть всем. Но конкретно на него были заметны улучшения. Соответственно, если у вас эта видеокарта или ниже, то у вас тоже будет заметны улучшения. По Хэппи Сайланд карте изменения. По РТ и по туннелям. То есть там изменили, кто играет на Хэппи Сайланде. Продолжается работа над Гавани, которую презентовали в прошлом Дивблоге. Но, как мы помним, над ними будет работать месяц-полтора. И потом только их добавят. Следующий момент. Опять разработчики решили, что не хватает в игре очень мощного пистолета. И они решили его ввести в игру. Вот уже ведется разработка. Вот такие вот есть у нас скриншотики. Пистолет Берета М92. С очень высокой убойной силой. Понятное дело, что он будет больше дамажит, естественно, чем Пэшка. Но, скорее всего, скорострельность будет поменьше. Вот так вот у него уже есть 3D-моделька интересная. Потом всякие полигончики, неполигончики добавят. Текстурки наложат. И новое оружие. Следующий момент. Sound Occlusion. Такой эффект уже полностью включен по умолчанию в игре. Кто забыл, что это такое, это когда идет приглушение звука, когда источник звука не находится в прямой видимости. То есть, если горит костер, и мы на него смотрим один звук, но если перед нами стена, то есть, преграждает звук, то будет звук немножко приглушенный. Или там дверь закрылась и так далее. То есть, достаточно интересный эффект. Надо будет все смотреть в игре. Следующий. Алекс Рейхберг. Человек, работающий над звуком. Сейчас занялся хит-маркерами. Это звук при попадании в цель. Начал все это перерабатывать. Как это должно работать? Это если вы вдруг попадете в руку. Ну, кому-то будет легкий такой звук. Если вы попадете там ближе к шее, не говоря уже о голове, будет совершенно другой звук, более такой увесистый. И вы даже на большом расстоянии, стреляя в человека, вы будете по звуку понимать, куда конкретно вы ему попадаете. И при этом вроде как убрали звук хит-маркера, когда мы разбиваем бочки. Потому что, не знаю, кстати, зачем. А может быть и он был лишний. Но это ближним оружием. Следующее. Поработал над звуком над LR300 и на MP5 в глушителе. Теперь у них, у каждого, свои уникальные звуки при выстреле с глушителя. И также поработал над звуком пролета пуль. Опять же, от этих оружий. Также продолжает работать над звуком вещей, которые мы устанавливаем, предметов. Ну и в конце, как всегда, changelog. Опять же, повторюсь, на хэппис добавили новые маяки, новые рота, редтауны. И изменили там туннели. Да, вот тут же написано, что больше нет хит-маркера, когда мы разбиваем бочки оружием ближнего боя любым. И нам убрали дождь, потому что пока что его еще не могли настроить, чтобы он не проникал сквозь все подряд. И крыши, и туннели. Вот такие вот, ребятки, извинения. Постоянно говорю извинения. Реально, как будто прям за разрыв. Вот извините, ребят, мы теперь добавили новую систему. Изменения, конечно же. Чтобы дать оценку всем этим изменениям, конечно, нужно проверить все на себе. Я буду по-прежнему играть на серверы Rockstone номер 2. Это классика, только более удобная. Там увеличены рейты, чтобы мы немножко быстрее развивались. Увеличены стаки до 4000 и уменьшено время крафта в три раза. По-прежнему, кто любит модифицированные сервера, есть также Rockstone номер 1, на котором все то же самое. Только плюс TP, хомы, полностью весь набор, киты всех особенностей модифицированного сервера. Плюс уникальная система, это фишка только Rockstone, это оповещение по смс либо ВКонтакте о том, когда вас рейдят. То есть, если вы в оффлайне, если у вас подключена эта услуга, у вас единственный блок, стена, все что угодно взрывается, там все, что с вами связано, вам сразу же приходит оповещение, что вас пытаются зарейдить. Ну и еще всяких куча, куча разных особенностей. В общем, все ссылки есть, все данные в описании по этим серверам, ребятки. С вами там увидимся. Все, ребятки, как говорится, в путь, в добрый путь. С вами был Flash, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok